всем привет долгожданное продолжение по сборке легендарного уаз 469 от компании diagostini и сегодня у нас следующие три номера это что у нас там 10 11 12 давайте же приступим к сборочке 10 11 и 12 сегодня у нас вот такая подстилочка чтобы было удобнее собирать в одиннадцатом номере еще одна отвертка конечно это плюс но по-моему она не такая она покрупнее идет и вот какая-то непонятная бумажка наверное еще одна наклеить какая-то ну что скрываем собираем надеюсь сегодня будет закончен двигатель и мы уже начнем собирать кузов или что там раму ну все давайте собираем так смотрите еще одна как говорится брошюр к скидка 33 процента плюс бесплатная доставка на первую посылку вот 500 рублей а мы отдавали 700 750 видите гляньте какие красавчики вторая посылка мы отдавали полторы тысячи тут уже 1123 или нет или мы также отдавали я кстати что-то уже забыл напишите мне сколько чего было так 4 посылки пришло в следующей посылке у нас подарок коврик для моделизма след в 7 посылки так как мы платим карточкой у нас будет уазик давайте его может быть разыграем напишите тоже в сообщении как вы к этому относитесь так подарок 3 в 14 посылки ну это мне кажется те кто подписался на премиум подписку эксклюзивные подарки так что мы можем вообще ни хрена не получим так что про это тоже можно написать так и смотрите кому нужны вот такие красивые листики шутка так что у нас в этом номере так у нас тут прям как они из джипа наверное делали прототип то я так понимаю все но все от джипа идет так тут у нас сборочка остров нет так шаг номер один берем уже собранный наш двигатель уже есть первые поломки отломился вот шланг у нас это отсюда так что надо с этим делом поаккуратней ну а мы продолжаем берем детальку я буду называть детальками и прикручиваем вот сюда нет ничего вот сюда к фильтру используем gm болтик gm кому как удобно и напишите пожалуйста нужна ли вам такая вот подробная болтовня по сборке или можно просто потихонечку собирать и всем это будет понятно так что отпишитесь и расскажите как и чего с обратной стороны это у нас под подушки крепления двигателя я так понимаю опоры как этот называется давайте посмотрим 4 кронштейн подвески двигателя ну да опорная проушина получается на них двигатель на раму вот крепится так третий значит шаг третий шаг мы прикручиваем вот эту направляющую к генератору вот направляющие генератора она им кажется моим подводим так смотрим какими у нас значит болтиками для фиксации используйте винт а.п. поместите фильтр внутрь помещаем поместили берем и прикручиваем болтиком gp так соединили теперь берем вот эту кругленькую часть ответную и сюда ее устанавливаем а устанавливаем вот так там тоже есть носик такой специальный так берем вот такой уголок я думал кстати металлический он не пластмассовый пластиковый и вставляем вот так его и второй уголок берем опять же суда ставим вот смотрите получается такая лапка и болтиком gp все это дело прикручиваем так собрали вот такой номер и вот такая всего лишь деталь ушка а ну и крепежит на это так шланг шланг одевается вот сюда вот теперь наверно все переворачиваем они друзья мои мы его еще должны прикрутить на место и он у нас устанавливается вот сюда вот так вот воздушный фильтр и вот тут у него есть кстати посадочное отверстие сначала одеваем сюда его покачивая немножечко и потом прикручиваем так одели и смотрим какими болтиками болтиками gm прикручиваем так ну все собрали собрали снова у нас остались болтики запасные молодцы чаще всего остается по одному болтику запасному так в следующем номере вентилятор значит собираем вентилятор так что у нас здесь прототипы о комендантский уазик кстати вот из этих смотрите прототипов можно потом будет какой-нибудь сделать на 3d принтере вот так что смотрите кто чем заинтересуется можно что-то попробовать какой проект интереснее сделать видите полу буханка полуазик какая-то интересная можно что придумать такое ремень грм на генератор наверно ремень вот тут стать уже похуже немножко упаковка когда в баночках как-то поинтереснее так смотрите значит еще одна отверточка у нас покрупнее зубом соответственно значит где-то будет крупные у нас болтики но я не использую меня мои вот покрупнее помельче своими собираю так давайте смотреть что у нас здесь есть так первым делом берем прикрученную ранее часть из самого первого номера в одни самую первую каком двигатель пошел и к ней соединяя между собой вот эти части прикручиваем вот на это место а прикручиваем изнутри болтиком а из выпуска 6 эта часть так болтиком епп это у нас под кривой чтобы заводить дрын 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 под кривой стартер так далее берем эту часть и прикручиваем на два винтика вот сюда где она у меня и было берем ремень и натягиваем ремень на генератор на вал и на стартер откручиваем значит помпу и заменим болт в итоге одеваем вентилятор у меня и болтик на подлиннее готова переворачиваем и двумя болтиками епп прикручиваем вот эту часть вот сюда готова так 11 номер в сторону болтики сторону вот такую двигатель у нас с вами получается красиво кстати очень даже мне нравится мощно крупно детализировано убираем в сторону и открываем последний на сегодня двенадцатый номер так сборочка что же у нас здесь поехали 1 2 3 4 смотрите значит что у нас наконец-то со следующего посылки начинается там у нас четыре номера и уже идут элементы рамы наконец-то мы начнем планировать уже раму и прикидывать как туда поставить будет какие-нибудь мосты давайте на сейчас соберем так в этом номере у нас что тут а раздатка наверное да раздатка и чё-то еще ну давайте дальше посмотрим по ходу дела как потихонечку начнем собирать ну давайте чего начинается так установите крышку механизма переключения передач крышка вот это что на ну да на раздаточную коробку вот на этот элемент вот сюда прорезь вставляем и болтиком изнутри прикручиваем болтик афм почему я называю постоянно болтики мало ли кто-то будет когда-нибудь собирать или перебирать такую модель вот и как говорится написав в интернете болтик апэ диагостини я думаю он выдаст размер и соответственно человек уже поймет какой болтик был такой нужен ну так чисто для информации так давайте дальше значит что мы делаем мы соединяем раздаточную коробку соединяем раздаточную коробку и скручиваем двумя болтиками и п вот такая смотрите кстати раздатка получается далее 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 берем ручку так воткнули ножку далее берем вот это кольцо втыкаем видите отверстие ножку сюда наверно мы начнем с обратной стороны сначала воткнем сюда ножку вот а потом уже сюда вот так даже удобнее кстати так болтики джипи маленькие болтики джипи что это девушка успокойтесь опустите пистолет так далее берем вот такое кольцо одели и берем что у нас здесь такое интересное называется центр ручникам стояночный тормоз надо поставить крестовины так понимаю штырь крестовины должен плотно встать все садидан до щелчка плотно щелчок произошел и воткнулась крестовина так дальше вторая крестовина вставляется с обратной стороны здесь она не защелкнется стоп поспешили сначала ставим вот этот элемент а потом уже крестовина такая она болтается болтиками ip как наши коробки прикручиваем переключатель элемент для переключения передач прикручиваем собранный собранную раздатку коробки уже вот так вот и закрываем уже крышкой закрываем крышкой все и опять же прикручиваем крышку теми же самыми болтиками ip все пластиковыми элементами все большими вот этими болтиками так смотрите вот такая уже у нас система получается вот большой двигатель с коробкой с раздаткой уже все из коробки кардан уже карданный вал торчит но мне почему там не фиксируется потому что либо здесь фиксируется здесь не фиксируется непонятно куда лучше сделать ну ладно так давайте дальше разберемся у нас еще осталось два элемента это такие вилки так и и надо собрать между собой до конца прикручивать не буду сейчас мы установим вилку и тогда уже так здесь походу просто втыкается смотрите вот на на крупные мелкие отверстия туда вилка вот она не буду до конца ее подкрой закручивать пускай болтается чуть-чуть подтяну просто чтобы не потерять вот что потом оставшиеся элементы сделать так ну и что и остались у нас значит переключатели коробки передач открываем наш коробочку берем переключатель коробки передач втыкаем его в сторону вот сюда есть про . так что не ошибетесь так воткнули все так коробку передач поставили переключатель далее берем ручник и втыкаем его вот сюда аккуратненько вот ручник все так далее тут у нас идет рычаги раздатки так и смотрим как их правильно установить ближе к ручнику мы ставим короткий а длинный ближе к краю ну вот такая вот у нас посылочка такая вот сборочка не держится у меня под кардан должна защелкиваться что-то мне ничего не защелкивается ну ладно посмотрим как чего вот такой вот у нас двигатель на совсем навесным ну все всем спасибо за просмотр пишите комментируйте вот так ремень скачал